всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад которая называется как расслабиться и отдохнуть выбросить из головы все лишнее принципе в самом вопросе формулировки есть две составляющие вот но мы их объединим и поскольку я хочу сделать глубокий расклад расклад будет на одну позицию кому не нравится сегодня значит не ваш день я уже объясняла неоднократно но для новичков кто недавно подписался я благодарю за подписку скажу что когда расклад я хочу сделать достаточно глубокий то есть я хочу сделать глубокий анализ вот я выбираю делать на одну позицию почему потому что для меня это очень и очень энергозатратно если вы не знакомы стару как это работает по крайней мере в моем случае я могу с вами поделиться и сказать что все что я вижу в картах я это пропускаю через себя я ощущаю любые эмоции которые я вижу и описываю состояние я их ощущаю одновременно в том моменте в котором проговаривают то есть если я вижу например какой-то скорбь 1 а моментально появляется внутри меня я это чувствую а теперь представьте расклад особенно вот такой глубокий да с глубоким анализом сколько эмоций всплывает может быть тяжесть грусть все такое это все я проживаю то есть по факту после того как я завершаю расклад я ощущаю как будто бы я не знаю в моей жизни произошла какая-то ситуация и там я не знаю например я поконфликтовала вот если вы с кем-то поконфликтуете как вы чувствуете на себя опустошенным либо наоборот если вы радуетесь чему-то то есть это тоже забирает у вас очень много энергии вот для меня каждый раз когда я делаю глубокий расклад и а либо провожу консультацию это примерно то же самое если меня чисто энергетически это ощущается с огромным затратом энергии нужно ли пропускать через себя энергию или нет я не знаю это я так работаю может быть кто-то из других тарологов работает как-то по-другому я работаю интуитивно я не работаю только по ключевым словам каждым каждому аркану то есть я соединяю и системную считку таро по ключевым словам и интуитивно во второй момент забирает мне очень много энергии это та причина почему я не делаю если я делаю глубокий анализ я не делаю на несколько позиций пример тому было вот предыдущий расклад когда я сделала на две позиции по тому насколько правильно выбираете профессию или нет я была очень уставши для меня это важно по-другому я просто не умею может быть здесь где-то есть какая-то моя ошибка в этом но не суть попросили просто сделать в приоритете этот расклад про то как значит две части 1 до как мы расслабляемся как можно отдохнуть и вторая часть вопроса как выбросить из головы все лишнее да вот в раскладе у нас будет восемь позиций восемь вопросами 8 позиции 8 позиция 1 вопросов 8 я буду работать на колоде привидений и на колоде таро шаманов почему я выбрала эти две колоды потому что и та и другая у нее аналогичная энергия мягкая и очень женская и для меня в моем понимании как раз таки расслабление это такие женские качества это пассивные поэтому вот это вот вот эти колоды они подходят для каждого расклада я выбираю свою колоду именно подходящие созвучно мне для энергетики ну и на консультациях тоже для индивидуальной работы вот за исключением если я делаю расклад руки карты да там я выбираю колоду просто чтобы она эстетично было красиво выглядела в камеру вот поэтому таких раскладов и не так много а только 2 но все же давайте разбираться готовы как расслабиться и отдохнуть выбросить все из головы лишние в идеале просто переключиться вот но нам же интересно разобраться вообще начнем с того что зададим первый вопрос а что меня беспокоит то есть для того чтобы что-то выбросить вас наверняка что-то беспокоит если вы не можете расслабиться что же вас беспокоит на данный момент исходя из этого вопроса вы сможете понять ваш этот расклад или нет как сигнификатор будет что же вас беспокоит семерка бубнов вас отдых то в принципе и беспокоит с другой стороны что вас беспокоит аркан повешенного вас беспокоит какая-то ситуация которая долгое время не развивается и отсюда видимо вы очень много тратите времени на то чтобы продумать проигрываете прогоняете своей голове всевозможные сценарии и от этого устаете да то есть когда в реальности нету каких-то конкретных действий мы переходим в виртуальный мир мы в мир наших мыслей и вот и решаем всю ситуацию в голове по факту мы не получаем никакой результат потому что в реальности мы ничего не делаем данную голове мы очень сильно устали потому что вот эти вот мысли до автоматические и сценарий они проигрываются поэтому в данном случае что вас беспокоит первое это вас беспокоит что долгое время ничего не происходит с одной стороны другой стороны вы чувствуете себя и ощущаете же заложником некой такой ситуации когда конечно же ничего не не происходит а если не происходит то вы себя ограничиваете в каких-то действиях да то есть вам непонятно поставлена ли . можно ли двигаться дальше либо эта ситуация как-то будет разворачиваться то есть пока нету ответа вы и для себя не можете определить свои дальнейшие действия и поэтому ощущаете себя как жертвы да то есть я не могу ничего сделать да то есть я не могу взять бразды правления дам свои руки вот как-то решить то есть бывает иногда в жизни такие ситуации когда не подвластен нам выбор да нужно нужно ждать нужно выжидать бывают такие времена когда нужно выжидать ну вот элементарный пример да с беременностью но ничего ты не можешь поделать пока не наступит необходимый период но не сможет и не выспаться не отдохнуть не лечь и не почувствовать себя более-менее расслабленном состоянии вот здесь примерно аналогичная ситуация да когда надо подождать причем два аркана говорят семерка бубнов в классике это семерка пиндакли да она как раз кей говорит о том что нужно ждать но не просто ждать и сидеть а вот семерка бубнов она краски дает решение в этой колоде говоря здесь танец нарисован прям вот интересная девушка очень красивая танцует с бубнами и птицы семь миров говорит о том что нужно переключиться да то есть нужно переключиться на какую-то другую ситуацию до которая принесет вам легкость которая принесет вам какое-то удовольствие наслаждение то есть каждый раз когда вы себя будете славливать в голове на мысли на том что а как а что то есть ну представлять проигрывать эти сценарии до придумывать в этот момент сразу себя останавливайте и переключайтесь на что-то другое либо на физический план что-то поделаете да либо просто включаете другие мысли не связанные с данной ситуации хорошо ну давайте еще посмотрим что меня беспокоит давайте посмотрим вот на этой колоде так на двух колодах и поработаем там две ветки развития что меня беспокоит ну вот десятка жезлов да то есть ситуация как будто бы нет не имеет своего дальнейшего развития очень много ответственности и вот как будто бы я не могу переложить эту ответственность на данный момент ни на кого делегировать не могу ничему то есть вроде бы завершения но здесь как будто бы завершие какое-то завершение не не происходит ну и девятка мечей вот здесь как раз таки смотрите очень четко показывает ваше переживание волнение эмоциональной то есть найти есть некое напряжение разгрузки нету да то есть купится 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 что-то вот но она должна совершить какой-то прорыв до прийти к своему какому-то логическому разрешению а этого не происходит и до сих пор пока это не происходит то есть вот как то вот не перерождается десятка в единицу девятки мечей мы начинаем себя придумывать уже того что нету и то что есть и и уже и запутались и вот в девятки мечей также как и в аркане повешенным присутствует доля вины то есть вот этот эмоциональный вопрос то есть я вижу что у вас здесь очень много эмоций не столько мыслей сколько эмоций и переживания по какому-то по какой-то причине у каждого она своя да поэтому что вас беспокоит но вот на данный момент я бы сказала переживание то что все никак не может разрешиться хорошо какой вопрос требует без отлагательного решения давайте посмотрим какой же все-таки вопрос требует решение королева жезлов королева костей о чем она здесь говорит она говорит о том что какой-то знаете вот некой независимости да здесь вот какой-то самостоятельности возможно для кого-то это связано с профессиональной сферой даст реализации себя вопрос принятия решения в прямом смысле да и вот аркан верховного жреца здесь как будто бы знаете вам необходимо по верховному жрецу некая помощь помощь в данном случае это таро шамана да помощь духов каких-то да здесь шаман призывает помощь духов для того чтобы решить то есть ощущение того что нужно принять какое-то решение но самостоятельно не получается поэтому нужна какая-то более взрослая поддержка что ли более глубокая сейчас секунду ядре захват а то шуметь бы то я не смогу и так какая помощь вам нужно будет помощь нужно будет как как-то знаете то ли наставника то ли более опытного человека который здесь вам нужно как будто бы определиться со своей профессиональной сферой до либо что вы хотите чего вы хотите кем вы хотите стать то есть здесь нужны ответы действительно на вопросы касательно вас как личности то есть здесь не какая-то ситуация которую нужно разрешить а вы как будто бы определяетесь сами собой какой вопрос требует без отлагательного решения по поводу короля педаклей здесь может быть но мы не будем читать людей а будем читать как некой финансовой скорее всего стабильности до либо все что связано с деньгами до вас как-то напрягает финансовый аспект либо напрягает то что вот нету какой-то стабильности нету какой-то уверенности да нету какой-то гарантии и выпадает аркан дьявола здесь как будто бы вот идет некая такая проверка вас именно то есть с одной стороны ситуация пример приведу будет понятнее как будто бы вы определяетесь в какой ну какую профессию для себя выбрать и вот выбираете например вот это вот мне нравится но вот это в ноги нет в этой профессии нету денег а вот это вот мне не нравится да но здесь есть деньги то есть есть какое-то какая-то вот проверка да на на то что для вас важно вот ваши какие-то ценности сейчас именно проверяются то есть выбор который вы должны сделать он действительно серьезно действительно важны для вас да и вы как будто бы не можете ну если это допустим тема отношения для кого-то актуально да вы определяетесь нужны вам этот человек или нет сможете вроде бы вас и тянет с ним хорошо приятно комфортно с другой стороны вы понимаете где-то чисто логически что но нету развития да вот я представляю свою жизнь проживание с этим человеком и я понимаю что ну нет у меня не подходит да но как же быть тогда да и вот либо вы находитесь подвисшей ситуации когда кто-то другой определяется по отношению к вам хочет он быть с вами или нет то есть здесь вопрос финансов встает и здесь встает вопрос именно стабильности и ценности на что важно что значимо что действительно актуально здесь как будто бы по дьяволу мы не хотим ошибиться да то есть мы не хотим снова довериться каким-то ложным суждением что ли обещанием потому что по дьяволу может проходить и такой аспекта что вот нам что-то обещают с другой стороны мы не хотим перекладывать какие-то вот ошибка ну что в чем мы можем бояться ошибиться потому что все таки девятка мечей говорит о том что мы прокручиваем эти сценарии на что где-то возможно мы идеализируем что-то до какого-то там партнера либо ситуацию перекладываем на него свои какие-то ожидания которым мы понимаем что человек и мне с и либо ситуации мне соотносится поэтому я сказала ранее например про партнера либо работу да то есть вот слишком хороша чтобы она была реальной то есть вот здесь игры разума ловушки разума не тоже проходят вот вы очень многое-много продумываете да с одной стороны пересматриваем то есть вы сейчас занимаетесь тем процессом когда пересматриваете все что зависит от вас да как то вот прочитать посмотреть со всех сторон на со всех ракурсов на ситуацию а с другой стороны и параллельно и еще ситуация зависит от кого-то другого до либо сама по себе ситуация зависит от чего то есть вы как будто бы свою часть выполняете но при этом есть еще кто-то либо что-то до что вы по должно выполнить свою часть то есть у вас идет двусторонний такой вопрос что поможет выбросить из головы все лишнее давайте посмотрим что поможет вам выбросить все лишнее вот отшельник ты и выходит знаете здесь как будто бы вот анализ прошлых ваших уроков хочется сказать здесь как будто бы вам нужно самим определиться то что вы хотите и после того как вы определитесь любые другие мысли которые будет вас сбивать с толку вы их как будто бы будете отсекать то есть уединение которое вам дается да что поможет выбросить из головы все лишнее но во первых уединение в принципе вы его сейчас имеете по повешенному но здесь не для того чтобы закрыться от всех и как-то горевать и сожалеть а для того чтобы со здравым смыслом да то есть вам дается время на подумать да то есть вот подумать что я хочу и то что мне дастся в будущем насколько но это решение которое вы ждете когда она придет ответ на это решение насколько он будет соответствовать тому что вы действительно хотите ощущение того что вот как будто бы здесь идет проверка а надо ли вам это то есть действительно ли вы так этого хотите потому что вот может быть есть какая-то какие-то ожидания здесь да вот что-то наносное чужое не вашей вот вам нужно понять ваше ли это или нет что еще поможет вам выбросить из головы все лишнее но верховная жрица верховная жрица всегда спать здесь великие арканы выпадает и очень серьезная действительно такая ситуация верховная жрица говорит о том что поможет вам внутреннее какое-то вот успокоение да и прийти какой-то гармонии сразу я так представляю у меня есть такая вещь что я ставлю себя на место своего оппонента и когда я что-то говорю я представляю что вот человек это слушает и как он это понимает и когда говоришь а что поможет на выброси все из головы лишние тебе говорят успокоиться то есть сразу представляю картинку то есть а как же можно или не успокоиться когда и так блин в голове все это крутится и то есть но здесь вопрос верховная жрица она имеет ответы на все вопросы почему потому что у нее есть и знания которые есть у творца она очень близка к нему так вот одно из качеств верховной жрицы это понимание времени и пространство но и форм так вот время пространство говорит о том что как девиз верховной жрицы всему свое время да то есть я не буду бежать и торопиться зачем-то не потому что я этого не могу потому что я знаю что придет другой трамвай придет другой троллейбус то есть всему свое время вот здесь вам поможет выбросить из головы лишние новые какие-то взгляды новые вот именно осознание понимаете здесь не просто слова до когда вам кто-то расслабься ты сидишь и думаешь ну да я знаю что нужно расслабиться но я варюсь как пельмени в этой кастрюле и я не вижу вот вам нужно стать не пельменем шефом непосредственно который варит эти пельмени чтобы понять на ситуацию посмотреть по-другому что поможет по-другому именно вот это вот понимание что ты управляешь временем и пространством что если что-то тебе не дается значит есть какая-то причина и причина как раз и заключается в том что нужно понять действительно услышать что ты хочешь это первый момент и второй момент если что-то не дается значит что-то будет даваться намного лучше если что-то вы не получаете значит вас ожидает в будущем что-то лучшее не худшее а лучше но мы хотим то что мы хотим потому что мы не знаем какое лучшее нам предложатся да то есть вот вот это вот неизвестность верховная жрица она уверена ключевое слово верховный жрицы здесь верховный жрец это вера и вот что поможет вера во что-то лучшее да вот пока вы это внутри себя не не вскормите не взрастите вот эту вот веру да что все будет так как и должно быть не так как хочу я либо кто-то хочет там другая страна а все будет именно так как и должно быть здесь вот вопрос доверия он на самом деле очень глубокий это не про то что я перекладываю всю свою жизнь в руки неизвестно кому и неизвестно чему да то есть не доверяюсь а потому что в пространство в нашем понимании это же такое вот обезликая да то есть ну природы природа то есть это же не не личность это же не перфиньте а то есть это не не какая-то личность до которой вот можно проверить можно не довериться да то есть это нечто это какие-то законы понятия которым ну я я я не владею всем этим чтобы понимать и доверять этому поэтому здесь первое нужно уровень высокий уровень осознанности если вы находитесь на моем канале значит он у вас есть значит вы можете вы можете понять что всему свое время что если что-то не приходит значит пока не время значит придет что-то лучшее обязательно что-то лучше но она возможно придет позже а сейчас пока у меня есть время я должна его заполнить то тем что что мне принесет внутреннее удовлетворение здесь у каждого она может быть свое для кого-то это просто сон да можно человек просто поспал отдохнул ну то есть нехватка сна для кого-то здесь вопрос гармонизации верховная жрица в контексте кабалы древа жизни говорит она проходит вторую самую тёмную путь верховной жицы вторая самая темная ночь души и по выходу верховная жрица научается подчинять себе свои мысли не только свои мысли а вообще она управляет мыслями то есть если аркан умеренностью управляет эмоциями и гармонизирует только вот верховная жрица это намного выше уровнем и она может управлять свои мысли да то есть она может создать эту тишину она может убрать эти мысли она может создать и мысли которые ей просто необходимы то есть она управляет ментальным планом так в контексте человека если сказать поэтому что вам поможет выбросить из головы внутреннее успокоение поработайте со своими мыслями понаблюдайте посмотрите когда они появляются до после этих мыслей какие эмоции появляются то есть научитесь наблюдать за собой больше это время вам для чего-то дано давайте я посмотрю для чего же вам все-таки это но время выпадает аркан шута очень важный период еще раз скажу потому что выпадают великие арканы великие арканы не выпадают просто так это те ситуации на которых мы мало что можем повлиять это не младшие арканы которые вот описывает нам некую ситуацию здесь ситуация она произойдет хотим мы этого или нет мы повлиять не сможем мы можем повлиять на наше отношение к этой ситуации поэтому сейчас происходит такие моменты во первых когда по аркану шуту тоже аркан доверия кстати мы доверяемся полностью тому процессу который происходит и нас специально осознанно загоняя в такой ситуации когда нам не показывают нам не говорят у нас от нас скрывают какие-то вещи мы не знаем и вот здесь вот краски у нас идет и проверка и по дьяволу здесь идет проверка насколько ты доверяешь доверяешь себе доверяешь вообще ситуации другой стороны аркан шута у нас говорит о расширении сознания до когда мы по новому можем посмотреть на какие-то вещи да когда мы можем что-то ненужное нам убрать когда мы просто идем в какой-то новый процесс шут это рождение чего-то нового и рождение нашей души когда душа четко понимаешь что мне нужен опыт любой опыт он для меня важен и полезен и вот отсюда у нас ты появляется доверие то есть я не оцениваю а здесь еще нету оценки на хорошее или плохое все что мне дается это мне нужно я это принимаю вы здесь вот вот такое вот отношение скорее всего вам поможет давайте посмотрим на этой колоде что поможет выбросить из головы вам все лишнее здесь другой подход вам просто нужен да здесь нет каких-то вот практических занятий там расслабьтесь или еще что-то или вы погуляете нет здесь другой подходит изменение отношения изменить именно осознанно силой воли и понимание каких-то вещей что поможет выбросить из головы все лишнее ну вот и выпадает императрица краски то посмотрите интересно да две разные колоды выпадают великие арканы уверенность вот императрица если предыдущие арканы говорили о вере то императрица у нас говорит об уверенности да уверенность в себе она появляется после какого-то опыта значит как следствие что делает императрица она занимается своими какими-то делами то что ее наполняет то что ей нравится общее такое понимание императрица она несет гармонии красоту в мир дипломатичность и ну то есть она общается она общается со всеми на равных но ее главная задача нести красоту вот и вы несите красоту в мир гармонию красоту как свою собственную то есть займитесь если вы считаете что вы недостаточно красивы внутри себя то взрастите этот внутренний сад внутри себя чтобы смотрели зеркало и вам нравилось если вам не нравится значит есть какие-то мысли как садники которые нужно убрать что еще поможет ну конечно же я в шоке орган звезды то есть колоды говорят сегодня только великими органами аркан звезды надежда да то есть смотрите у нас есть вера вера и еще одна вера у нас есть гармония и красота и надежда вот вам абстрактные слова которые передаются вашем случае надеется все есть балансе орган звезды здесь он девушка которая переливает скорее всего два кушина льет в одну реку да то есть это и живительная вода и мертвая вода что поможет выбросить из головы все лишнее что-то такое творческой до воодушевиться вот вот красота да то есть что может быть красотой по сходить какие-нибудь красивые места побывайте на природе сходите в музеи везде где посмотрите фильмы с красивыми актерами почитайте книги которые транслируют именно вот эту вот красоту описание гармония верховная жрица тоже нам сговорит про баланс и спокойствие да то есть почему я спокоен потому что я нахожусь в равновесии потому что я не отклоняюсь эмоционально ни в одну сторону не в другую то есть не в плюс и не в минус а во мне все достаточно фоново так сбалансированно гармонично то есть они не радусь чрезмерно и не огорчаюсь чрезмерно да то есть вот это вот золотая середина аркан звезды у нас говорит как раз таки о как императрица о красоте здесь воодушевление да именно в сознании здесь нужно увидеть вот это вот единство всего со всеми то есть до тех пор пока вы разделяете себя либо отделяете себя от чего-то либо от как у от кого-то то есть нету единство дробите это единство у вас никогда не будет гармонии когда вы ощущаете единство всего со всеми то есть это человек часть меня но не на словах понимаете вещи которые я говорю я и говорю для того чтобы описать какие-то состояния но воспринимать не надо мои слова воспринимать надо состояние их нужно ощущать то есть пока это будет голове вы никогда не поймете о чем я говорю как только вы это переведете в опыты и ощутите мои слова именно ощутите не поймете ощутить и тогда вот что-то может измениться займитесь тем что вас воодушевляет каким-то искусством сделайте что-то для своей души не для своего гола для своей головы для своего ума а для своей души закажите себе прекрасную фотосессию вот здесь ли кого-то это будет важно знаете чтобы посмотреть на себя со стороны через фотографии не сказать блин к же я красивая давали бы какой же я классный на самом деле ну для мужчин наверное не столь важно вот но но все равно воодушевление тоже нужно да послушайте какую-то музыку сходите на какой-нибудь там музыкальный фестиваль да то есть все что связано с творчеством это вот вам поможет как-то воодушевиться хорошо как обычно вы расслабляетесь мечтаниями мечтаниями о чем-то новом либо когда идете непосредственно в новое я бы сказала скорее всего когда вы мечтаете да вот это вот но расслабленное состояние когда фантазируем как еще вы расслабляетесь что такое клинка вода перевернутой что ли как еще вы расслабляетесь ну здесь когда знаете по десятке кристаллов когда вы наполнены эмоциями да когда есть любовь когда помогаете кому-то кстати это тоже в контексте воодушевление тоже присуще найдите человеку которому нужна ваша помощь на тем самым вы переключитесь на его проблемы и ваши проблемы но они будут не актуальны на тот период пока вы будете заняты другим человеком эмоционально как-то вы расслабляете что-то вас наполняет природа может быть для кого-то как еще обычно вы расслабляетесь чтением книг когда знаете семерка жезлов здесь выпала когда вы умеете говорить нет чему-либо да вот это вот вас как-то расслабляет потому что видимо есть напряжение есть какая-то борьба когда от вас что-то хотят все время вот расслабляет когда вас оставляет в покое когда до вас вот никто как говорится не докапывается ничего от вас не хочет когда есть вот вы закрываете дверь своей комнаты и все и вам хорошо и спокойно и выключаете все эти телефоны и и хорошо знаете вот ощущение того что я просто сел и не знаю книжку взять и просто почитать ну то есть не думать ни о чем как еще когда вас не докучают вообще не достают как еще когда вы уходите здесь вот восьмерку кубков когда вы оставляете все вот что для вас цена да например там работа люди да с кем вы семья с кем вы общаетесь когда вы можете ну вот оставить это уйти куда-то то есть побыть побыть самим собой наедине почему-то вот вас вот это расслабляет то есть никогда вы в общество идете да когда вы вот отстраняетесь когда вы заняты каким-то делом да здесь не показывает восьмерка педакли очень интересно да когда вы заняли какие заняты каким-то своим делом да когда вот вы можете проявить свое какое-то мастерство когда вы сфокусированы на том что значимо и важно для вас хорошо что сейчас вам мешает расслабиться вот именно так как вы умеете они реализованы ваши надежды какие-то да то есть по восьмерке кристаллов то есть то во что вы верили то во что надеялись как-то вот но не реализовалась это знаете вот какое-то вот ощущение такое буду его потеряли какой-то смысл на вот я как бы того вкладывалась в это дело ну да либо что другое очень долгое время и очень сильно надеялась вот я говорю здесь причина была того что вы создали для себя какую-то иллюзию дам нереальность вот какой-то идеал и ожидание вот вы включили ожидания чего-то ваше ожидание не оправдались не оправдались вот вам грустно стало потому что то что вы ожидали это было действительно ценным для вас было ценным для вас и вы ну как будто бы теперь утратили смысл ну то есть не понимаете а теперь зачем это ну вот допустим вы ожидали что у вас будут какие-то серьезные допустим отношения с человеком что-то пошло не так либо в паузы сейчас какая-то вот как-то не развивается да ничего не переходит к серьезным как-то отношения и вы вот отстранились и как-то разочаровались и даже не в том человеке вообще в понятии да например там отношения семья и так далее и вы не понимаете ну а мне вроде бы и не нужно как-то вот знаете вот подостыли как-то ну разочарование и неоправданные ожидания и я сейчас как-то и не очень ты и и хочу что еще мешает вам расслабиться семерка костей знаете вы настолько в своей голове долгое время взращивали какие-то сценарии прокручивали да то есть касательно каких-то ваших страхов что эти сценарии из них выросли уже огромные такие вот демоны и вот эти вот страшилки что борясь с ними причем дважды это выходит борясь с ними вы как будто бы всю свою энергию туда отдали на эту борьбу и вы уже ничего не хотите знаете ощущение того что долгое время как-то боритесь какими-то препятствиями боритесь какими-то сложностями причем это все вашей голове какой-то вот может быть неуверенностью да что вот не реализуется что вот за что мне это вот какие-то вот такие моменты вы с ними боретесь своей голове и это забирает вас очень много энергии поэтому вы уже устали поэтому вам хотелось бы что даже пускай мне скажут какой-то ответ негативный да как результат как вариант но зато хоть что-то чем вообще ничего и и я лишний раз себя накручиваю то есть вот это вот накручивание в то что вы проживаете своей голове это вот жесть на самом деле потому что забирает действительно очень много много энергии вы сливаете на это дело что сейчас вам мешает расслабление посмотрим вот и на этой колоде что сейчас мешает вам расслаблению рыцарь кубков да есть какое-то вот ощущение подвоха то ли вас использовали то ли вот не все так как кажется знаете может быть что-то не договаривали что-то не сказали какая-то холодность что не дает вам здесь вот ощущение что конкретная ситуация с каким-то конкретным человеком обязательно лично жизнь это может быть и профессия да то есть что-то но вот какая-то холодность и много мыслей давайте так скажу много мыслей в голове и толку от этого но вот никакого поэтому вы не можете расслабиться хорошо какой отдых вам нужен давайте посмотрим какой отдых вам нужен а знаете вам нужен новый опыт эмоциональный новый опыт вот если бы это были отношения я бы сказала идите в новый роман на вот просто наполнится как-то нырнуть на глубину что вам поможет полностью погрузиться в какие-то эмоции на вот прям нырнуть в них да не важно позитивно негативный не суть нырните полностью да то есть там примите про прочувствуйте про ощущаете все эти состояния которые нужно и снова вы ну вы нырните да то есть такое ощущение что вот и кому-то бы поверхностно поверхностно и не заходите в глубь и ну неважно там боитесь не боитесь уже не столь не суть просто нырните ну то есть через сказать сделайте то что вы боитесь вот боитесь вот просто это сделайте и уже успокоитесь успокоитесь просто потому что это уже перешло на какие-то действия какой отдых вам нужен вот знаете может для кого-то моря действительно и нужно море поплавать с дельфинами какая-то вот такая знаете беззаботной что ли какой-то но не пассивный здесь не лежать а здесь то что придаст вам какие-то эмоции но не яркие прямо так радость какая-то такая легкость что ли игривость поверхностность прозрачность какие-то такие легкие эмоции вот эти ну вот королева кубков тоже выпало какие-то легкие эмоции вот как как некий такой флерт знаете заигрывание немножко по за и выигрывали вроде бы как-то и самоутвердились то же время ничего не произошло но это лишь пример то то есть по королеве кубков всевозможные эмоции да все что вас вызывает эмоции вот такой вот его отдыху нужен у каждого пускай это будет свои понятия на какие эмоции ему нужны знаете еще здесь есть такое желание как ни странно вы пусты эмоционально истощены но почему-то у меня такое ощущение что вот вам все равно хочется давать как-то любви именно эмоции давать и казалось бы откуда взять если у их у меня нету так вот когда найдется предмет которому вы будете отдавать свои эмоции такое ощущение что вот откроется как будто бы второе дыхание и этот источник и иссохшие он снова заработает я не знаю как такое может быть но вот что-то такое здесь аналогично показывают то есть вот казалось бы да я ничего не хочу я не хочу никаких отношений не хочу никаких связей не вдруг не неожиданно на горизонте появляется какой-то персонаж который вам нравится и вы как-то типа и ресурсными снова стали и снова на себя смотрите как это по-другому и улыбка появляется вроде бы откуда но вот появляется на какой отдых вам нужен знаете здесь туз костей карта конфликта но я не сказал бы вам что узнать конфликт вам нужен а отдых активные вот эмоциональные и активны это может быть знаете как как аттракционы в лунопарке только там вот прям очень яркие краски вам такие краски не нужны при вот этот адреналин нет но это должно быть что-то такое ярко поэтому я сказал какой-то вот курортный роман который ни к чему не приводит но вот он очень яркие запоминающиеся и при этом легкий вот если это профессиональная сфера то я не знаю что это может быть вы сами подумайте но здесь вот отдых он такой активный может быть но для мужчин например может быть там не знаю куда-то сам сафари а если не за границей в пределах допустим ну там россии то где-то на этих квадроцитрах куда-то поехать да там на рыбалку как ни странно хотя рыбалка в принципе пассивное такое хобби но вот здесь вот именно такой да вот сходить куда-то в горы пикник вопрос не про природу а здесь вопрос что есть какое-то движение понимаете есть какая-то вот физическая нагрузка пускай не совсем большая но при этом она присутствует да вот на охоту для кого это вот прям важное не экстрим но в то же время должно быть какой-то импульс то что вас будет именно на плане наполнять и вы будете наслаждаться да здесь наслаждение не хватает наслаждение причем наслаждение личное нас самим вот как самолюбование до что-то если вы женщину прям какого-то самолюбования не хватает это какая не знаю сходить на спа процедуры что-то там я не знаю какие-то телесные практики и вот что-то такое какой отдых вам нужен рыцарь пендакли праздника вот знаете вам какого-то праздника не хватает только я не понимаю рыцарь пендакли это все-таки карта работы может быть вам на работе какой-то праздник до какой-то корпоратив может быть какая-нибудь вечеринка на работе будет но здесь вот праздник нужен да какой-то вот танец какие-нибудь знаете языческие вот хочется сказать какие-то танцы не не больные классика вот какие-то языческие да где если вы женщина почему-то вокруг костра и юбка в пол и там распущенные волосы чтобы почувствовать какой-то узнаете расслабление ощущение того что в теле много всяких зажимов и вот еще это называется динамическая медитация тоже кто такие практикует через движение вот что-то такое праздник праздника не хватает но без алкоголя такой вот зож праздник да с костром может быть там по углям походить тоже такое вот что-то но не совсем экстремальное это во-первых это вас переключит это однозначно и хорошо а вообще для чего вам отдых то нужен для чего вам отдых суд для того чтобы переродиться для того чтобы исцелиться для того чтобы знаете по суду сжечь суд это стихия огня для того чтобы сжечь все ненужное для чего вы и знаете здесь еще суд у нас он связан с едой хороший какой домашней едой и с домом с очагом для чего вам отдыха ну для того чтобы вот то заполнить как-то пополнить себя ресурсами здесь вот как будто бы к истоком вам нужно вернуться либо переродиться полностью для чего вам отдых да вот четверка костей для того чтобы набраться сил для дальнейшего движения причем ваше дальнейшее движение она будет кардинально противоположным от того в котором направлении вы двигались если шли вперед пойдете назад шли направо пойдете налево да абсолютно другое противоположное для чего вам отдых для того чтобы знаете вот иметь какие-то энергии парить дальше двигаться жить ну для жизни на прямом смысле для жизни для чего вам ну то есть он жизненно необходим для чего вам отдых луна но это рождение до суд и луна рождение тут рождение там что должно родиться давайте спросим что должно что-то такое новое вы должны пойти все вы должны пойти к новым берегам смотрите для того чтобы что-то новое появилась да во первых вам здесь говорится что отдых вам нужен чтобы сжечь что такое старое да то есть избавиться от чего-то старого наполнится заново энергии и только потом пойти в новое то есть это как знаете ну вот как момент крещения да он для чего какой смысл в себе подразумевает что мы оставляем свой прошлый опыт до свою прошлую жизнь в старом и через момент крещения да мы рождаемся заново чтобы начать с чистого листа здесь вот вам туда куда в новое вы должны пойти да вы ну вам нужно избавиться от старого то есть старое здесь может быть какие-то ваши убеждения как вы привыкли привычки какие-то да то за что вы держались какие-то пороки может быть прошлого да это нужно оставить но не просто оставить избавиться а жечь именно в огне жечь то есть трансформация исцеления но проходит в огне вспоминайте когда температура когда есть микробы вот организм как иммунная система чтобы с ними бороться у нас поднимается температура чтобы жечь все эти микробы так вот температура да а это тоже огонь перерождение вот вам вот это вот нужно до сжечь все ненужное лишнее для того чтобы вот у меня такое ощущение знаете вот огонь да как будто бы тело обожгло огнем и вот остается вот этот вот пепел и в дальнейшем ну вот надо смыть водой этот пепел до чтобы что-то такое чистое свежее было и тогда она заполнится вот для этого вам нужен отдых хорошо какую потребность вы хотите под покрыть своим отдыхом наполнение да ну здесь вот двойка костей она говорит о том смотрите он как будто бы зеркало к самому себе идет да то есть вам отдых дан сейчас для того чтобы вы соединились сами собой то есть вы все что я говорил и ранее про верховную жрицу до оединение вот вам время дано да с одной стороны пересмотреть отдохнуть наполнится эмоционально с другой стороны помириться с самим собой вот для этого потому что есть какая-то борьба помните я говорила да как вы отдыхаете когда других отстраняетесь для чего для того чтобы побыть собой так вот вам нужно объединиться да какая потребность какую потребность вы хотите покрыть отдыхом единение с собой да то есть прийти к самому себе помириться с самим собой вот для того чтобы потом пойти в развитие то есть здесь вы кому-то бы свои частички собираете воедино до чтобы потом с полными силами двигаться дальше чтобы потом сфокусироваться на чем-то конкретно на чем но и выпадает император для кого-то это вот действительно для создания каких-то отношений для кого-то стать таким вот независимым человеком который сам решает за свою жизнь что он хочет и как он хочет человек который умеет выстраивать границы на чтобы выстраивать границы надо понимать кто мы есть до что мы себе позволяем а что нет и тогда мы это можем транслировать другим людям тогда мы сможем устраивать границы ну то есть если я уважаю себя я понимаю что я не позволю ни себе ни другим повышать голос на себя когда другой человек начинает на вас кричать вы его ставите на свое место и говорите так товарищ здесь мои границы на меня кричать нельзя ты можешь мне сказать все что хочешь по-другому если хочешь если нет как говорил мой отец али видерчи я пошел дальше здесь вот такое а какую потребность вы еще покрываете своим собственным отдыхом королева педаклей да то есть вы становитесь ресурсным вы становитесь ресурсным человеком и вопрос доверия вот королеве педакли можно доверять у нас вопрос доверия здесь проходит очень в разных рассказах в разных арканах косвенно так или иначе поэтому обратите внимание на вопрос доверия что-то он важен для вас какую потребность вы хотите покрыть отдыхом принятием решения чтобы принять решение нужно стать ресурсным человека поэтому вы и покрываете ну для того чтобы повторно вышел шут для того чтобы пойти абсолютно новое абсолютно новое это не к новым берегам это абсолютно нового заново до чтобы расширить как-то свое сознание чтобы стать сину более мудрым человеком пойти к новому опыту какой новый опыт башни разрушить старые свои какие-то убеждения и начать жизнь по-новому ощущение того что у вас какой-то знаете как он называется переходный этап когда этот ну как в русских сказках на иванушка дурачок приходит к бабой где на и вот она начинает его с раз с расспросами доставать а он и и говорит да ты сначала накормили на по и и спать уложить вот а потом мы с тобой и лясы точить будем так вот здесь вот примерно то же самое да то есть вы сначала должны поесть хорошо вы должны поспать хорошо отдохнуть на должны помыться чистыми быть краски вот прямом смысле до очистить себя от своих каких-то прежних убеждений верования и в том числе вот по дьяволу да вот это вот и деля идеализация другого человека до ожидания другого человека то есть вам много чего нужно пересмотреть ощущение того что вам нужно пересмотреть вообще все свое меры восприятия то есть то во что вы верили раньше как вы себя вели вот как только вы это сделаете да вам сразу дастся новый абсолютно опыт абсолютно новый вот поэтому на вопрос как расслабиться и отдохнуть и как выбросить из головы все лишнее мы в принципе мне кажется разобрали давайте вот еще просто по две карты на из каждой колоды не знаю вот что захотел сказать карты и мы на этом завершим так королева мечей на королева мечей и тройка жезлов знаете королева мечей она очень легко на подъем она говорит о том что она готова к переменам она готова пойти в новое горизонты у нее раскрыты перед ней да и она готова плыть туда куда вот захочет после того как примет решение потому что тройка жезлов это все-таки готовое принято решение человек уже здесь совершил первый шаг да то есть он как минимум решение принял пускай результат все он не получает если получать только первые как следствие своего шага так вот здесь речь идет о том что захотите пойти в новое вот вам нужно примуту вот жизненно необходимо захотеть пойти в новое не с ней не словами да я хочу а внутри я держусь за какие-то свои надежды разочарования потому что не верю потому что не доверяю потому что боюсь нет действительно захотеть по-человечески как вы хотите еды да уже не сомневаетесь хочу я поесть или нет да вы идете и идите например я не знаю утром вы проснулись и идете проводите свой утренний ритуал в ванной на зубы почистить и так далее уже не сомневаетесь надо вам чистить зубы или нет то есть вы вы хотите этого и вы этого делаете вот здесь вот примерно то же самое а еще один то что у нас очень много тузов выпадает вас ожидает новое начало и король кубков то есть для кого-то при вот это вот колода здесь кстати по этой колоде энергия на такая более холодная но это таро проведение приведение сами по себе холодный вот и она такая суховатенькая а вот здесь вот прям эмоции чувства и королева кубков и паш кубков король кубков я вам просто покажу что вы понимали энергию с арканов посмотрите какие вот водные сейчас вот так вот поставлю до чтобы вы увидели наверно вот два и два возьму так иначе не смогу подержать вы посмотрели как какая энергетика вам необходимо посмотреть все кубковые на вот все водные вот чувства вам не хватает вот я что вас ожидает до новое начало с королем кубков либо новое начало в эмоциональном плане да то есть вы наполнитесь этими эмоциями наконец-таки сможете двинуться дальше да то есть почувствуете себя ресурсным человеком и пойдете дальше то есть желание появится либо для кого-то в прямом смысле появится любовь чувства может быть король кубковой для кого это важно вот вот такой расклад был да то есть пожалуйста 40 минут мы провели анализ я благодарю вас за внимание благодарю за ваши лайки дизлайки напоминаю что нажимаете на колокольчик если кому-то долгое время не приходит оповещение моих новых раскладов отпишитесь и подпишитесь заново нажав на колокольчик потому что у меня такое ощущение что даже больше половины людей кто подписан на мой канал они меня не видят да то есть вот такое вот ощущение как-то это подпольность ну то есть youtube он не не предлагает мои расклады как следствие забывается и и и люди уже не помнят вот поэтому небольшая какая-то вот активность да мне кажется на канале тоже нужно я хочу пожелать вам все чего самого наилучшего хотела пожелать отличной недели потом остановился и подумала думаю интересно когда же я выложу этот расклад да то есть в понедельник он выйдет на любовь пятницу вот но пока еще не определилась поэтому в любом случае я хочу вам пожелать хорошо провести время не забывайте что жизнь она складывается из мелочей поэтому получаем удовольствие от мелочей а я благодарю вас за ваши лайки за ваши комментарии за ваши дизлайки напишите приходите на индивидуальную консультацию если вас интересует вопросы саморазвития поработаем с вами очень глубоко проанализируем посмотрим что там происходит у вас в жизни а либо кто хочет прийти на обучение вся информация обо мне в описании к ролику по ссылке по услуги а я с вами прощаюсь всем пока пока